Привет, дорогие мои! И я снова вещаю со своего внутреннего двора. Начинаем. Герман Черногории. Новости. Новости из МУПа. Как я уже вам говорил в своем фейсбуке, если вы не подписались, подпишитесь на меня в фейсбуке. С инспектором по иностранцам я держу постоянное... вернее, с начальником паспортно-визовой службы. Я держу постоянный контакт. Попросил его написать мне обязательно смс, если будут новости. Ну и, наверное, в пятницу я его вечером все-таки наберу еще раз. Узнаем, что у нас со следующей неделей. А на этой неделе все еще не принимают. Что касаемо бара, говорят, что там открылось какое-то одно окошко, которое ничего не выдает и говорит, что приходите 1 июня. Но я надеюсь, что до 1 июня это все не затянется. Что-то устал я уже, ребята, отдыхать. Устал я отдыхать. Уже надо выходить на работу. Уже надо как-то уставать, приходить домой, спать, вставать. Снова на работу, снова Арбайтен. Но я чувствую, как только полиция откроется, у меня Арбайтен будет, блин, мама не горюй. Там никаких вам посиделок ночных, никаких сериальчиков, а только работа, работа и работа. У нас долго дело, кстати, материалы записаны до хрена. Поэтому не сым. Даже если Герман уйдет на 2 недели в запой, в рабочую, так сказать, атмосферу, то вы без роликов не останетесь. 92% заболевших коронавирусом в Черногории уже выздоровели. По состоянию на 13 мая в Черногории из 324 заразившихся 298 уже вылечились. А это именно 92%. Больше недели нет новых заболевших. И это прекрасно. Есть еще, кстати, я думал, что Черногория будет первой страной, которая без коронавируса. Оказывается, уже есть 4 или 5 на планете Земля. Далее. Госпитализированных на данный момент нет. Тоже прекрасная новость. И, наконец, в Герцог-Нове больше нет инфицированных. Город здоров. Да, знаете, у нас был знаменитый человек, который все никак не мог выздороветь. Он очень долго болел, но выздоровел. Мы все ждали второй его тест. И он оказался отрицательным. Мы рады. Поздравляем его. Здоровья ему. В общем, у нас скоро все откроется. Заболевших вообще нет. В Герцог-Нове, наконец-то, последний заболевший сдал 2 теста. Оба теста подтвердили, что он здоров. Все. У нас город официально без короны. То есть, раскороновали нас, так сказать. Можете наблюдать город Герцог-Нове. Ну, видите, парковок нет. То есть, я еду сейчас 2 часа дня. 2 часа дня. Видите, рано выехал Герман относительно. Ну, относительно карантинной всей этой истории. Вот в Бирфакторе доставочка привезла. Видно, Пивчанский. Пивчанский привезла. Карантин в Черногории подходит к концу. С 15 мая будет разрешено посещать кафе, бары, рестораны, торговые центры, пляжи. Первоначально планируется снять ограничения 18 мая. Тут я хочу сказать, что некоторые мои знакомые хотят уже в 12 часов ночи, в 12.01 выйти из дома и идти в кафе. Но я не думаю, что они будут работать. Так что не надо выходить из дома. 15 мая уже вечером идете гулять по кафешкам, а ночью с 14 на 15 сидим дома. Также с 15 мая можно передвигаться по всей территории Черногории в личном транспорте, в такси и автобусах. Это прекрасно. Далее. В личном транспорте может находиться больше двух взрослых, согласно техпаспорту. Значит, смотрите, ребята. Открывайте свой техпаспорт. Такая, помните, бумажка, вернее, не бумажка, а карточка. И смотрите, сколько у вас мест. Вот сколько мест, столько и может людей ехать. И они не обязательно быть членами семьи. Они могут быть друзьями, знакомыми, а может быть даже и по работе. И отменяется комендантский час. Фух, наконец-то, наконец-то. Почувствуем свободу, ребята. Полную, полную свободу. Осталось еще открыть отели, кинотеатры, спа-центры и границы. Самое интересное, что выставки и библиотеки открыли еще 4 мая. Кинотеатры до сих пор нет. Вот это да, это очень странно, что выставки и библиотеки открыли 4 мая. Ну, библиотеки, окей, а выставки? А сейчас кто-нибудь вообще проводит выставки? Имеет ли это смысл? Что касаемо кинотеатров, ребят, я хочу вам сказать, что особо это ничего не изменит, если откроют кинотеатры. Почему? Потому что все премьеры более-менее отодвинули. И поэтому не на что ходить, даже если их откроют. Вот, поэтому, в принципе, кинотеатры... Спа-центры, да. Спа-центры, да. Ну, и границы. А границы, сейчас у нас разделился, люди разделились на два лагеря. Одни говорят, побыстрее, откройте границы, мы хотим ехать, мы хотим приехать в Черногорию, мы хотим уехать из Черногории, мы хотим ездить в Хорватию, мы хотим, не знаю, что, везде и всюду. А другое, типа, чуваки, у нас ноль заболевших, а если приедут из Сербии, они же привезут нам, а если из других стран, с 18 мая запустят весь общественный транспорт и железнодорожный транспорт. Да, сейчас автобусы ходят, но они как-то ходят там по расписанию, хитро туда-сюда, а типа, с 18 мая прям вот ездите прям все куда хотите и делайте, что хотите. Далее, новые правила для работы кафе, баров и ресторанов. Установлены такие. Между столами минимальная дистанция 2 метра, либо установлена перегородка. Забавно это вот такие, знаете, как... Ширмы, во, ширмы. За столом максимум 4 человека, исключение члена одной семьи. Многодетной, я так понимаю. Ну, или с родственниками, с этими, с бабушками, дедушками. Далее, запрещено стоять или сидеть за барной стойкой. И правильно, никогда и не было, и вот опять. Как вы помните, в Черногории не традиционно сидеть за барной стойкой. Вот, для меня, как для бывшего бармена, это было грустно, потому что в России я постоянно сидел за барной стойкой и трепался с барменами. Вот, это такая прикольная штука. Далее, запрещено самообслуживание. То есть, получается, тебя должен обязательно официант. То есть, кафе самообслуживания, ты приходишь, типа, заказываешь, идешь за столик, и тебе, наверное, должны принести. А это я, возможно, в пятницу проверю, потому что есть одна идейка. Сотрудники заведения обязаны работать в масках и перчатках. Ну, обязаны, обязаны. Да. Идем далее. Дезинфекция рук на входе и выходе. А вот это, кстати, меня напрягает, потому что, чтобы кнопочку нажать, надо тоже рукой ее нажать. А кнопочку мог этот, этот, с вирусом на руках нажимать. И как-то лучше я. У меня салфеточки с собой, как бы, дезинфекционные. Все готовятся к сезону. Вон, яхты чистят, кафешки моют. Все хотят сезон. Ребята, совсем скоро, совсем скоро начнется сезон. Угу. Но не точно. Арендаторам пляжей Морско-Добро обещают такие меры финансовой поддержки. Выплата аренды разбивается на большое количество платежей с завершением выплат до 1 декабря 2020 года. Но обязательно нужно оформить банковскую гарантию. Ну, такое. Те отели, которые предоставляли свои помещения для организации обсерваторов карантин. Обсерваторов? Это как обсерватория, обсерватор. Это типа наблюдения, наверное. Освобождаются от аренды до конца 2020 года. Круглогодичные рестораны, которые арендуют пляжи, освобождаются от арендной платы за 90 дней. Время, которое кафе и рестораны не работали. Вообще, вы, кстати, могли бы и в этом году вообще отменить. Отменить все, потому что... Ребят, ну, сезона нет. С чего платить? Для арендаторов, реализующих долгосрочные инвестиционные проекты, разрешается продление сроков на 90 дней, начиная с 1 апреля 2020 года. Ну, такое. На пляжах обязательно соблюдение социальной дистанции 2 метра. Ну, тут окей. Я, кстати, к бухгалтеру еду, чтобы вы знали. Узнать, пришли мне донации или как они там, санации. Ну, вот эти штуки, короче, я забыл. Субвенции, вот, субвенции. Пришли мне или нет. Обещали, что придут. Но, как оказалось, все-таки... Но это еще не точно. Но уже почти, скорее всего, что все-таки на четверть ставки будет и четверть субвенции. Ну, в этом стоило ожидать. Напомню, что с 11 мая вступили в силу такие пославления карантинных мер, как открылось внутреннее водное сообщение. Ну, на лодочках можно, короче, плавать. Вернулись к обычному графику работы больниц и поликлиники по предварительной записи. Вновь можно посещать церкви, но с соблюдением социальной дистанции. Два метра. Обязательные маски, дезинфекция рук. Внутри церкви один человек на 10 квадратных метров. Возле церкви максимум могут находиться 20 человек. Разрешено передвижение между городами, которые находятся в одном из трех больших регионов. Первый – это все Приморье плюс Цетине. Второй – центр страны. Третий – северные районы. Можно теперь путешествовать. Вот, если бы я сейчас захотел, я бы мог сесть и просто до границы с Албанией сейчас доехать. Но я это делать не буду, потому что я хочу спать. Нет, кстати, я не хочу спать. У меня просто состояние такого какого-то космонавта. Герма на состояние космонавта, так и назовем ролик. И, как мы знаем, уже с 15 мая по всей территории Черногории. То есть, когда вы смотрите это видео, еще есть зоны, а на следующий день, 15 числа, уже не будет никаких зон. И можно будет ездить куда хочешь, по Черногории. Далее. Поскольку с 11 мая разрешено движение между городами, то заработали автобусные станции. Время работы пока что с 7.30 до 15 часов. Прекрасно. Далее. Чаще стал ходить паром из Каменаре в Лепетане. С 6 утра до 14 в каждые полчаса. А в остальное время дня пока что раз в час. Также с 11 мая начали работать туристическое информационное бюро, где можно оформить туристическую регистрацию. В Герцог-Нове, в трех местах. Выгова, Трк, Градский Трк, это городская площадь. И в Мелине. Время работы с 9 до 15 часов. Каждый день, кроме воскресенья. А теперь у нас прямое включение. Ребят, коротенькое включение. Не буду камеру переставлять. Ладно, поехали. Сзади меня находится турбюро Мелине. Я только что был там специально для того, чтобы информацию всю для вас узнать. Короче, до 1 июня у всех регистрашки есть. Вот, даже если у вас их нет. Вот, до 1 июня как бы все в законе. Я говорю, а зачем тогда вы открылись? Он говорит, ну, чтобы говорить всем, что в законе. Он говорит, ну еще, если вы типа в это время меняете адрес, то тогда можете прийти и перегистрироваться. Вот так вот. Так что все для вас. Турбюро Мелине. Буквально горячая новость. Черногория активно стремится к полному выздоровлению, чтобы начать туристический сезон хотя бы в июле. Есть надежда на создание зеленых воздушных коридоров. С теми странами, которые также максимально очистятся от коронавируса. Например, с Германией, Австрии, Словении, Словакии и Чехии. Далее. Народ, не покупайте авиабилеты в Черногорию, пока Черногория официально не объявит об открытии границ и не огласит требования к туристам. Сейчас постоянно в интернете появляется информация, что та или иная авиакомпания начинает продажу билетов. Но на данный момент границы Черногории закрыты, и когда откроется, неизвестно. Ребята, не надо покупать билеты, пожалуйста, потому что вы деньги потеряете. Как вы понимаете, больше всего пострадала как раз эта часть авиаперевозчики, эта часть бизнеса. И поэтому они максимально хотят продать билеты, для того, чтобы остаться на плаву. Но вы купите, а билеты вам потом не сможете прилететь. И дай бог, если вам перенесут билеты, а если не перенесут, а если авиакомпания обанкротится. Поэтому, с одной стороны, поддержать, конечно, их надо. Ну, слушайте, российские авиакомпании поддержат ВВП. Владимир Владимирович. Есть только информация, что с 1 июня Сербия планирует открыть свои границы с Черногорией, Северной Македонией и Албанией. И Боснией Герцоговиной. Но обязательно перед поездкой нужно сделать тест на коронавирус. Максимум то ли за 2-4 часа до пересечения границы, то ли за 72. Плюс надо представить какой-то сертификат от Министерства. Все очень сложно. Тут есть один нюанс, типа, на выбор тебе предоставляют либо тест предоставить, либо на 14 дней в карантин. Поэтому, если у вас нет денег на тест, но вы хотите переехать из одной стороны в другую, то можно на 2 недельки в карантине посидеть. Тоже, в принципе, нормально. Вот эти знаменитые машины, про которые я вам рассказывал с правой стороны. Видите, они в лентах. Они в лентах. И приехали дяденьки, и, наверное, их, наверное, обеззараживают. Вот машины на боснийских. Боснийских, боснийских, герцогновских, боснийских. Военная машинка. Вон мужик в маске. Хорватская. Непонятная. Вот. Ну, в общем, босники, хорваты, сербы. И черногорцы. Вот. И вот справа и слева от нас стояли карантинные машины. О, вот военный. Видите, идет его? Идет военный. Идет солдат по городу. Чего-то там по улице. Минутка песен от Германа. Туристический сезон точно будет неудачным для Коттера. Предварительно планировалось, что в этом году в порт Коттера зайдут 540 круизных лайнеров. Теперь лайнеры вообще под вопросом. Да, лайнеры под вопросом. Лайнерная эта вся история под вопросом. Поэтому все под вопросом. Черногория сократила карантин для яхтсменов. С 28 до 14 дней. Теперь в срок карантина учитываются дни, проведенные в плавании. Отчет от последнего захода в порт. Так что вы, в принципе, можете подрифовать круги, понаворачивать на яхте и сидеть меньше в карантине. Хотя ты все равно на яхте будешь сидеть. Ну, можно приплыть, встать, подключить электричество, воду, интернет и сидеть на яхте в карантине. А школа в этом году учебном в Черногорске, скорее всего, уже не откроется. Но ориентировочно 20 июня начнется электронная запись в среднюю школу. В детские сады есть шанс, что откроется в среднем июня. Это нестандартная история, но, видно, решили родителям, которые устали от детей, помочь и взять детей к себе, чтобы родители отдохнули. Далее. Почты Черногория снова принимает и отправляет посылки во все страны мира. Да, мне пришла посылка из Украины. Серега Черный, респект тебе, спасибо тебе за масочки. Я их все передам, раздам своей команде. Вот. Так что маски будут у всех. Масочка. Масочка. Надо остановиться и заснять, как я ее надеваю или одеваю. Вы не помните, как там правильно было? Напишите в комментариях. Вот. В общем, короче, Серега Черный, спасибо тебе большое. Я сделал вчера постик, как только ты мне прислал эти маски. Они наконец-то, наконец-то, ребята, официально объявляют. Почта начала работать. Дошла посылка приятелю из Вены, а мне дошла посылочка из Украины. Вот. Все. Так что почта в Черногории работает. Надо уже заказывать себе лапшичку из Японии, а то у меня вся закончилась. У меня там осталось совсем чуть-чуть. Они удобные, да? Вот самое главное. Это лайфхак, да? Я не знаю. Серегин, нет? Может, он где-то подсмотрел вот эти вот штучки. Они прям вообще очень удобные. Я, кстати, понял. Вот в этой маске мне она гораздо удобнее, чем моя. Вот. Но в этой, кстати, хуже дышится. В той, видно, из-за клапана дышится легче. Вот. А это... Но это очень удобно. И плюс она вообще не давит. Не режет. Она одевается не на уши. Она одевается как бы на голову. Вот. И поэтому она вообще не давит совсем. Еще можно всегда скинуть верхнюю. И на нижней она будет висеть. И это удобно. И еще почта Черногории подписала сетью супермаркетов Олик. Контракт на доставку потребителям продовольственных наборов. Есть несколько вариантов. Продуктовые, мясной, сладости, бытовая химия. Цены от 10.49 до 20.69. Заказать можно по телефону или онлайн. Ну, такое. На самом деле, ребят, я посмотрел эти наборы. Мне не понравились. Ну, приятно, что хоть как-то лед тронулся. Видно, они какой-то неликвид. Забываю таким образом. То есть там, допустим, гуляша нету. Пасули там какой-нибудь в банке там и так далее нету. То есть таких вещей, которые реально прям поужинать можно. А всякая вот эта фигня, там колбасы и все эти. Мне не очень понравилось. Но, ребят, на безрыбье и сам, как вы помните, раком. Далее. Консульство Украины постепенно обращается к работе. В период с 12 до 22 мая в случае крайней необходимости можно посетить консульство. Для этого необходимо заранее записаться на прием по e-mail. Консул МЕ, нижнее подчеркивание, я так понимаю, МЕ, собака, МФА, точка ГОФ, точка УА. Вот. Молодцы. Молодцы украинцы и очень хороший у них консул. Вот. Нам бы такого. Вот так. Так. Суд, суд у нас закрыт. В России, говорят, с понедельника суды открыли. Не знаю. В России, конечно, творится полный звездец. Заболевания коронавирусом растут просто вверх, вверх топчик. А всем такие говорят. Вот. Все. Раньше отдыхали с зарплатой, а теперь работайте без зарплаты. Какая-то сейчас жесть какая-то творится. Я, на самом деле, весь такой позитивный был. Помните, да? Я все время был позитивный. А сейчас я понимаю, что, походу, шутки шутками. А действительно, скоро у нас основным ведущим на канале будет редактор. Потому что придется на мове у нас на канале разговаривать. Там не разговаривать по-другому. Я забыл. И не помню как. Вот. В общем, потому что придется переориентироваться полностью на украинский рынок. Потому что Россию, чувствую, до следующего апреля не откроют. В России все очень-очень не очень. Просто заявление там какого-то официального чиновника, что границы будут открыты с апреля. Вот. А вы в личку, кстати, мне пишите. Герман, как можно выехать из России? Я не призываю вас к нарушению закона. Ну, насколько я понимаю, через Белоруссию какие-то способы есть. Вот. Еще говорят, вроде как частным самолетом за 2100 евро можно тоже вылететь. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Конечно же, у нас все открывается. Карантин закрывается. Комендантский час отменяется. Путешествовать можно внутри страны нормально. Отдыхать, купаться, загорать. Все можно будет. Совсем скоро. Почти. Так что скоро увидимся. Подписчики, лайки, комментарии. Все внизу. Спасибо, что посмотрели. Пока-пока. Продолжение следует.